МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно в Ростове-на-Дону завершились финалы четырёх Ассоциации студенческого баскетбола России по Южному федеральному округу. Наш корреспондент Роман Саганов внимательно наблюдал за представителями донских вузов. Здесь нет слабых соперников. На протяжении нескольких месяцев в локальных схватках студенты-баскетболисты донских вузов выясняли, кто же достойнее представит Ростовскую область на федеральном уровне. Здесь представлены девушки двумя командами Краснодара, вследствие того, что у нас в Астраханской области не было команды. А мальчики представлены у нас широко. Там Астраханская область, Волгоградская область, Ростов и Краснодар. Выиграв 77 матчей на областном уровне, мужская сборная Ростовского государственного экономического университета завоевала путевку в финал четырех. В упорном противостоянии в полуфинальной встрече с Волгоградским государственным архитектурно-строительным университетом ростовчане уступают в концовке 73-75. Дорога в финал закрыта. В игре за третье место хозяева турнира выигрывают у астраханских студентов 20 очков, а сильнейшей командой Южного федерального округа становится дружина из Краснодара. Мы постоянно ведем работу по селекции. В этом году, если может быть кто-то не знает, Таганровский педагогический университет присоединился в РГУ ринг. И со следующего года у нас планы большие. Мы хотим взять нескольких игроков дюбла-локомотива, которые не пошли дальше играть. Ну и, соответственно, делаем ставку на молодых. Безоговорочный лидер женского студенческого баскетбола в Ростовской области – Донской государственный технический университет. Спортсменки этого вуза без потерь пробились в финал четырех. И в первой же игре с достойным противником Кубанским государственным университетом уступают 71-87. Проиграли мы из-за того, что у нас нет слаженности в команде. Игроки, большинство игроков приходят только на игры, а тренировки они пропускают мимо ушей своих. Из-за этого наши поражения вылились. В итоге обидчицы донских девушек выиграют всю финальную серию и теперь представят Южный федеральный округ на России. А Ростовская область, несмотря на конец сезона, с большим студенческим турниром пока не прощается. Вчера очень долго и продуктивно беседовали на тему развития в дальнейшем ассоциации студенческого баскетбола чемпионатов, форматов. Потому что сейчас на лето планируется и возможно мы проведем региональный наш этап чемпионат АСБ в формате 3 на 3, финал которого будет проходить в Москве. В прошлом году он проходил на Красной площади и возможно, что в этом году это также повторится в этом знаменательном месте, который будет приурочен рядом к чемпионату Европы по студенческому баскетболу в формате 3 на 3. На будущий учебный год студенты-экономисты уже сейчас ставят задачу стать первыми в Южном федеральном округе и пройти в полуфинал Международной студенческой лиги. В Кисловодске завершился Кубок России по кроссу. Представитель Ростовской области Константин Толоконников стал лучшим среди юниоров в беге на 3000 метров. 8 минут 36 секунд и 36 сотых его результат. Отличный показатель, достойное время. Мы поздравляем Константина и, конечно, желаем новых побед, но уже, наверное, на более взрослом уровне. А на сегодня все. Занимайтесь спортом, любите спорты, будьте здоровы. Порадовал наш спортсмен. Лев, скажи, ну а у тебя какой личный рекорд на этой дистанции? 3000 метров. Если честно, один раз удалось выбежать из 9 минут, но это было лет 8 назад. Но мы еще молоды, у нас все впереди. Спасибо тебе. Спасибо. Дорогие друзья, информационный час продолжит аналитическая передача «Главное. Бизнес». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова